Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время. Человек же талантливый, стремится его использовать. Именно этим мы сейчас с вами и займемся. К примеру, узнаем о последних премьерах, которыми некоторые театры завершили свой сезон. Одна из таких премьер состоялась в Государственном молодежном театре. Мелодраму «Сестра моя» по мотивам повести классика польской литературы Генрика Сенкевича Ганя зрителям, актерам и театру в буквальном смысле подарила молодой талантливый режиссер Екатерина Аверкова. Подарила и тем самым, будто влила в репертуар театра новую кровь. Наконец-то у труппы молодежного театра появилась действительно молодежная постановка. Этот спектакль появился еще два с половиной года назад, как совместный проект Академии искусств Польского института и, собственно, Екатериной Аверковой. В учебных целях Катя написала инсценировку повести Сенкевича и поставила со своими учениками. Спектакль два года с успехом шел на студенческой сцене, а когда исполнители главных ролей по окончании вуза попали в молодежный, постановку было решено перенести на сцену театра. В кратчайшие сроки за две недели к молодым действующим лицам примкнули старожилые труппы. И поверьте, и те, и другие продемонстрировали высочайший класс актерского мастерства. Артист должен знать все о любви и научиться жить без нее. Сыграть не просто любовь, а такое чарующее и неповторимое чувство, как первая любовь. Здесь столько граней, столько нюансов в переживаниях. От волшебства первого прикосновения до разрушающей тебя ревности. Спектакль «Сестра моя» раскрывает историю влюбленности трех молодых сердец, столь же горячо пылких, как и наивных. Историю превращения девочек и мальчиков в женщин и мужчин. Для меня, наверное, прежде всего, интересна такая, вроде бы, простая история любви, но насколько тонко и вот именно воздушно она прописана. Мне кажется, что здесь очень такая кропотливая требуется и тонкая работа от актеров. И вот для меня это интересно покопаться в этом. Как же прекрасно! Мы будем теперь проводить время втроем, а? Интересно, а кто из нас самый веселый? Самый веселый я, как я. Ну, а тут и я. А на то и очень веселая. Кстати говоря, музыку к этому спектаклю также написала режиссер Екатерина Аверкова. Все композиции, исполненные и записаны самими же актерами. Музыкальные вставки, словно кружево, обрамляют и без того воздушную историю. Безошибочный перезнак того, что что-то не является, Кто является искусством или кто-то не понимает искусство – это скука. Искусство должно быть средством воспитания, но цель его – удовольствие. Желаю вам всегда получать удовольствие от культурных выходов и до встречи в театре.